Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Нифона Афонского, просиявшего в XIV веке. Сей преподобный отец наш был родом из Аргирокастро, из селения Лукови. Отец его был священником, человеком весьма благочестивым и боявшимся Бога. Когда преподобному исполнилось 10 лет, его дядя забрал его с собой в монастырь святого Николая, где был экклесиархом. Эту обитель построил преснопамятный царь Константин Мономах на месте, которое до сих пор называется Междуречи. Сначала дядя обучил его священной грамоте, а затем облег в монашескую схему. Поскольку Нифон преуспел как в учении, так и в послушании монастырском, то был поставлен в очтеца. А когда пришел в возраст и еще более преуспел духовно, его рукоположили во священника. Будучи весьма одаренным и прилежным, преподобный читал священное писание и жития святых, благодаря чему стал многоученым. Любовь же к Богу уязвляла его в самое сердце, а желание безмолвия так разгоралось в нем, что сжигало ум и помышление. Поэтому он оставил обитель святого Николая и пришел к одному добродетельному подвижнику на гору Герамирион, у которого научился строгому монашескому жительству. Усладившись медом безмолвия, он более не смог находиться в миру, но, презрев родину, сродников, друзей и всякое имение, он с усердием устремился на святую гору. И там, водительством Божиим, приходит в район Великой Лавры, в Кафизму, строение близ монастыря для одного монаха, святого Петра Афонского. Найдя там одного удивительной жизни подвижника по имени Феогност, он предал ему себя в полное послушание. Через три года, узнав, что Нифон священник, и увидев его многочисленные и великие добродетели, старец уже более не захотел, чтобы Нифон был его послушником, но братом, равным ему. Преподобный же, в свою очередь, возражал и говорил, нельзя монаху безмолвствовать одному, если он вначале не смирит себя послушанием, и просил по-прежнему оставить его в послушниках. Но из-за своего необычайного смирения Феогност не соглашался, и божественный Нифон, обогащенный даром слез, вынужден был удалиться оттуда. Он перешел в находившуюся рядом кафизму Василия Великого, где в крайнем безмолвии пребывал четырнадцать лет, вкушая все это время лишь немного сухого хлеба, да и то один раз в неделю. В это время в Великой Лавре случилась эпидемия чумы, от которой умерли многие из братьев. Поскольку в обители осталось мало священников, игумен позвал святого, но тот из любви к безмолвию отказался, сказав ему, прости меня, отче, ибо я некнижен и невежествен. Тогда игумен попросил его служить хотя бы в кафизмах за пределами Лавры, и тот по своему смиренно-мудрю подчинился, проведя в этом послушании три года. Поскольку же в сердце преподобного продолжало гореть желание безмолвия, он ушел оттуда и пришел в Вулевтии, где сейчас находится скит святой Анны. Вкушая лишь траву земную, он провел там в безмолвии много лет, не имея никакого крова над головой, даже каливы. Однако нашлись некоторые братья, которые не смогли взирать на такое высокое житие преподобного. Подвигнутые на зависть ненавистникам добра дьяволам, они обвинили подвижников прелести перед игуменом Лавры, якобы тот есть траву, потому что гнушается хлебом. Игумен вызвал Нифона в монастырь и спросил, «Братья мои и чада, зачем ты подвизаешься такой суровой и высокой жизнью, от которой рождается возношение и прелесть, а не идешь средним и непрелестным путем, который легче и не таит в себе бездн прелести? Древние отцы питались травой в пустынях, потому что у них не было хлеба, а здесь есть и хлеб, и другая еда. Ты должен все это есть с воздержанием, и тогда прогонишь бесовское превозношение и прелесть». По своему крайнему смирению преподобный послушался игумена и, покинув в Улевтирии, пришел в Кафизму преображение, где прожил много лет подряд, совершая там божественную литургию. Узнав о нем, у Кафизмы собралось множество братьев, которые хотели стать его послушниками и иметь преподобного своим наставником и учителем монашеского жития. Но множество народа доставляло подвижнику сильное беспокойство, и он ушел оттуда к преподобному Максиму Кавсакалевиту, вместе с которым и безмолвствовал много лет. И такую они испытывали любовь друг к другу, что, казалось, была у них одна душа в двух телах. Святой Максим подарил свою каливу святому Нифону, а сам соорудил для себя другую рядом. Поскольку многие приходили к святому Максиму из-за совершаемых им чудес и пророчеств, через некоторое время святой Нифон, будучи не в силах выносить это беспокойство, ушел оттуда в пещеру, что находилось напротив Кафизмы святого Христофора, где и остался на безмолвии. Позже пришел с его родины некий монах по имени Марк и просил взять его в послушники, чтобы научиться монашескому житию. Преподобный принял его, но велел построить рядом с его каливой другую для его брата. Изумившись от слов святого, Марк отвечал, «Отче, разве возможно, чтобы мой брат пришел сюда? Он же мирянин и имеет семью». Тогда с присущим ему великим смиренномудрием святой сказал, «Брат, я выжил из ума, поэтому и не знаю, что говорю. Ты же поступай как хочешь». На праздник святого Афанасия преподобный послал Марка по какой-то необходимости в лавру, сказав, «Возвращаясь с праздника, приведи с собой своего брата. Посмотрим на него». Марк же, снова удивившись, отвечал ему теми же самыми словами, однако, придя в лавру, он обнаружил, что брат его сидит у дверей. Поняв прозорливость святого, он с радостью обнял брата, хотя и испытывал грызение совести от того, что не поверил своему старцу. Позвав брата с собой, Марк привел его к святому и, припав к его ногам, просил прощения за свое неверие. Через некоторое время Марка разбил сильный паралич. Он не мог ни ходить, ни пошевелить рукой или ногой. Он попросил святого сжалиться над ним и исцелить, но тот, желая, чтобы Марк познал свой грех неверия и прислушания, сказал, «Исцелить тебя, чадо, могут лишь святые чудотворцы и бессеребреники, а меня, грешного и недостойного, Бог не слышит». Брат же Марка из сострадания к нему очень просил святого простить его. Нифон взял елея из лампадки и помазал тело больного. И, о чудо, Марк тотчас же исцелился и встал с одра, на котором лежал. Тогда святой сказал ему, «Вот ты и выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Но Марк снова впал в прислушание. Он просил благословения старца пойти ловить рыбу, но, не получив его, все равно спустился к берегу, чтобы якобы постирать одежду, а на самом деле стал ловить рыбу. И когда он занимался этим, вдруг из воды выпрыгнула огромная акула с раскрытой пастью, чтобы проглотить его. Испуганный Марк призвал в молитвах старца и, чуть отпрянув назад, едва-едва смог избавиться от чудовища. Он тотчас же прибежал к святому, держа в руках свой лов. Святой же, взглянув на него, сказал, «Не будь неверен, ослушник. Ибо тот, кто преобразился в змея пред прародителями и научил их прислушанию, тот же самый превратился в акулу за твое прислушание, и которому научил тебя прежде, желая ввергнуть в погибельный ров и духовно, и телесно. Но Христос, пришедший в мир, чтобы мы имели жизнь, помог тебе сегодня, ожидая по безграничной своей благости твоего покаяния. Я же никогда не стану есть рыбу прислушания». Услышав это, Марк далеко отбросил рыбу и, припав к ногам святого, с горячими слезами просил прощения. По необычайному своему состраданию святой простил его. С тех пор Марк всегда пребывал в полном послушании своему наставнику до тех пор, пока не окончилась его земная жизнь, и он не перешел в мир иной с благими надеждами на тысячекратную награду за послушание. Преемником своего послушания, чтобы служить святому, Марк назвал своего племянника Гавриила, отца которого звали Досифей. Этот Досифей однажды попросил святого послать Гавриила по какой-то нужде в Ватопецкий монастырь, и тот отправил его, назначив, однако, точный день его возвращения. Пришел назначенный день, а Гавриила не было. Но Досифей начал плакать, думая, что его сын попал в рабство, ибо он слышал, что те места подвергались пиратским нападениям Агарян. Святой же, прозрев духовными очами, узнал о том, что случилось, и сказал, «Не плачь, старец Досифей о своем сыне, потому что он на свободе». И действительно, Гавриил, с которым не случилось ничего дурного, пришел до захода солнца. Зная, что через шесть месяцев святой Максим заснет последним сном, святой сказал своим сподвижникам, «Пойдемте к святому Максиму, насладимся его обществом, ибо уже не увидим его в настоящей жизни». Когда они пришли к нему и дали последние целования, святой Максим сказал, «Радуйтесь о Христе, возлюбленные братья, сие есть наше последнее приветствие, потому что мы более не увидимся». И это было истинное пророчество святых. Прошло много лет, и на Святой горе опять началась эпидемия чумы. Эта болезнь поразила и Гавриила, которому угрожала смерть. Отец его безутешно плакал, а святой так утешал его, «Не плачь, брат, ибо сын твой сейчас не умрет, потому что так хочет Бог, ибо он послужил мне». Повернувшись на восток, святой стал тайно молиться о больном всемилостивому Богу, и молитва эта делась довольно долго, после чего произошло чудо, и больной поднялся здоровым, прославляя Бога. Тогда, обратившись к Гавриилу, святой произнес, «Вот, брат наш с помощью Божией обрел здоровье, а я во время Петрова поста умру». Наступил Петров пост. В первую субботу поста святой встал, помолился, причастился при чистых тайн, а затем сказал братьям, «Чадо мои возлюбленные, Господи, вот пришло мне время пойти ко Господу, которого от юности желала душа моя. Видя, что все смутились, он сжалился над ними и сказал, «Чадо, не должно вам жалеть меня, ибо отныне я буду ходатаем о вас к Богу, моля Его о вашем спасении. Вы же только соблюдайте Его заповеди». В воскресенье он велел братьям сначала поставить трапезу, а затем ископать и подготовить ему могилу, чтобы, как он сказал, возвратиться в землю, из которой был взят. После того, как все было сделано, святой встал, поднял очи свои к небу и долго молился с поднятыми руками. Затем, благословив и простив братьев и получив от них прощение, он скрестил на груди руки и предал святую душу свою в руки Божьей. При этом лицо его просияло, как солнце, показав тем самым его дерзновение к Богу. Представился сей преснопамятный отец, 14 июня, в возрасте 96 лет, совершив при жизни множество чудес, о некоторых из которых мы расскажем. Некий духовный и добродетельный старец по имени Феодул захотел однажды пойти к святому ради пользы душевной. По дороге, вблизи обрыва, он поскользнулся и ударился ногой о большой камень. От сильного кровотечения и боли он чуть не умер. Провидя, что старец находится в таком плачевном состоянии, Нифон из глубины души воззвал «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, если раб твой Нифон имеет к тебе дерзновение, то пусть остановятся кровотечения и прекратятся боли Феодула, чтобы по его молитвам я пришел в себя, и меня не сожрали здесь дикие звери». Как только он произнес эту молитву, случилось чудо. Кровь остановилась, боли прекратились, полуживой до этого старец встал и снова зашагал по дороге славе Бога. Некий лаврский монах, относившийся с большим благоговением к святому Нифону, послал ему с другом сосуд масла. Друг же тот, идя по дороге, оступился и упал. Все, что он дал, разбилось, кроме сосуда с маслом, который остался целым. И когда брат отдавал его святому, тот с улыбкой, опережая его, сказал, «Видишь, какую силу имеет вера брата, пославшего масло! Она и тебя избавила от опасности, и сосуд, в отличие от всего остального, не разбился». Принесший масло брат удивился прозорливости святого и прославил Бога. Другой монах, много лет страдая от головных болей, истратил большие средства на врачей, не получив, однако, никакого исцеления. Придя к святому и припав к его ногам, он горячо молил исцелить его, говоря, «Я знаю, святейший отче, что все, что бы ты ни попросил у Бога, он даст тебе, ибо ради любви к нему ты избрал себе эту пустыню». Цвятой по смиринамудрию своему отвечал, «Отче, я грешен, а грешников Бог не слушает». Больной же не переставался слезами преподать к нему и просить об исцелении. Побежденный естественной своей добротой и состраданием, блаженный Нифон прочел молитву над головой больного, после чего послышался шум, как от сильного ветра, и, о чудо, больной исцелился, поблагодарил святого и прославил Бога. Другой монах, Келиот, понадеялся на себя и на свои знания, поэтому и не стал открывать свои помыслы более опытному духовному отцу. Так он и жил, как подсказывал ему помысл. Вследствие этого несчастный впал в прелесть и принял ангела тьмы за ангела света. Наученный им множеству непристойностей, монах впал в гордыню и думал, что своими добродетелями превосходит всех. Однажды он пришел к святому Нифону. На вопрос, зачем он пришел, тот отвечал «Посмотреть на тебя, который знаменит добродетелью». Святой на это заметил. «Как это ты, такой великий и дивный, снизошел до того, что пришел ко мне, ничтожному и убогому. Бог оказал мне благодеяние и дар, который я имею, от Бога. Брат, дар Божий есть смиренно-мудрее. Помысел от Бога – думать о себе, что ты самый последний из всех. Помысел от Бога – достичь великих добродетелей и думать, что ты хуже всех. А то, что ты возомнила себе – это прелесть от сатаны, который тебя и научил всему». После таких слов святого монах как бы пришел в себя и сказал «Отче, если гордыня моя от лукавого, то прогони ее, прошу тебя своей молитвой и избавь меня от высокомерия». Возвысив душевные свои очи к небесам, блаженный Нифон сказал «Господи Иисусе Христе, взыскавший и обретший заблудшую овцу и сопричисливший ее прочим незаблудшим, прогнавшим мысленного волка, искавшего погубить ее и показавший нам путь спасения. Ты, владыка, раба твоего сего, который по простоте своей и по коварству дьявола-обольстителя впал в прелесть, избавь от высокомерия бесовского. Да познает тебя истинного Бога ради нас крест и смерть претерпевшего и да прославит имя Твое Святое вовеки. Аминь». Так молился преподобный и тотчас же сочей брата спала, как бы пелена, и он ясно познал, в какое зло он несчастный впал. С тех пор, избавившись от сатанинского высокомерия, он с благоразумием и смирением стал проводить богоугодную жизнь. Из Святой Лавры за какое-то согрешение был изгнан некий монах, который пришел к святому Нифону и пожаловался, что его выгнали несправедливо. Этот брат просил, если возможно, позволить остаться у него послушником. Однако святой, провидя будущее, велел ему вернуться в монастырь, припасть к ногам игумена с покаянием и смиреномудрием, чтобы тот снова принял его. «Если же ты не вернешься, сказал святой, то и здесь не сможешь вынести все тяготы и лишишься того доброго, что мог бы получить в монастыре. Ибо если ты вернешься, то через некоторое время станешь экклесиархом, а затем игуменом. Однако тебе более всего должно иметь смиреномудрие». С улыбкой святой продолжил. «Когда с помощью Божией ты станешь игуменом, вспомни о нас и уделяй нам средства отчасти общежительной. Когда монах вернулся в обитель, то действительно, через некоторое время, согласно проречению, преподобного стал экклесиархом, а затем игуменом и посылал святому все необходимое для жизни. Трое монахов захотели навестить преподобного, но поскольку один из них был без бороды, они оставили его на дороге далеко от кафизмы преподобного. Когда эти два монаха пришли к святому, тот спросил их, «Почему вы не привели с собой того юношу, который станет обителью святаго духа?» Удивившись словам святого, они пошли и привели юношу. Получив большую пользу от беседы с преподобным и приняв от него благословение, все трое ушли, прославляя Бога. Юноша же тот, преуспев добродетели, согласно слову святого, просиял в монашеском житии. До Сефей, отец Гавриила, о котором мы уже говорили, просил святого позволить Гавриилу пойти по какому-то делу в Иверский монастырь. Провидя открытую ему Божьим промыслом опасность, которая должна была с ним случиться. Он возражал. Однако До Сефей утверждал, что никакой опасности нет и что на следующий день он пойдет в Амальфинский монастырь, называемый ныне Морфинским. Нифон возразил, «А если Гавриил попадет в рабство в Амальфинском монастыре, что тогда будет?» «Пусть идет. Моей вины не будет в том, что с ним случится». До Сефей поверил словам святого, и более уже не противоречил. В тот же вечер пришел к ним некий брат и возвестил, что от Морфинского монастыря отошел корабль с пиратами, которые захватили трех монахов, случайно оказавшихся на той дороге. Однажды пришел к преподобному один лаврский монах и возвестил, что иеромонах Иоанникий, послан игуменом вместе с другими братьями на остров Скиру, но в море на монастырский корабль напали пираты и всех взяли в плен. Лаврские отцы собрали деньги для выкупа, и этот монах дал от себя одну золотую монету. В это время Нифон сказал ему, «Лучше бы ты, чадо, отдал этот золотой нищему, потому что Иоанники и прочие уже освобождены, и с ними все в порядке. Ох, если бы и мы могли поучаствовать в том утешении, какое имеют они сейчас». Услышав эти слова, монах запомнил день, когда святой Нифон это сказал, и по возвращении Иоанникия в Лавру рассказал ему о пророчестве преподобного. Нужно отметить, что именно в тот день Иоанникия с братьями поймали много рыбы, поэтому они и получили великое утешение во славу Бога, прославляющего, прославляющих Его. Аминь.